Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас. Мы очень рады видеть пастора Владислава. Мы очень рады видеть, что вся семья Громовых вернулась, и пастор Владислав с нами. И, безусловно, это совершает это волнение радости. Давайте помолимся. Господи, благодарна Тебе, Иисус, за этот особенный час, который Ты нам даришь. Два часа, Иисус, в обучении, в освящении, Господи, в переполнении, Иисус. Слава Тебе, Христос! Благодарна Тебе, Господь наш! Слава Тебе! Благослови эту небольшую мысль, это небольшое слово вступления, Господи, к основной части. Приготовь наши сердца к главному, к главной пище, Господи, к главному слову. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, Евангелие Плуки, 12 глава, 12 стих. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Этот отрывок уже освящался не раз, но я хотел бы вернуться к нему и немного расширить его. Я думаю, это благословит нас. Итак, ибо Святой Дух научит вас в том, в тот час, что должно говорить. В 11 стихе говорится о том, что не заботьтесь, когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить. И мы с вами, интересно, первая мысль, я подумал о том, что, безусловно, мы с вами переживаем прежде всего, что Он проявляет или освящает нам свою заботу. Практически каждый день нашей жизни мы, как верующие в Иисуса Христа, освящаем мы в Его удивительной заботе посреди всех обстоятельств, в которых мы можем оказаться. Он каждый раз обучает нас, напоминая нам о Его сверхъестественной и безусловной заботе, уже в том, что Он совершил. Мы с вами защищены полностью, мы с вами навеки спасены в Нем. И мы рождены от Духа Святого, и Дух Святой освящает нам Его удивительную заботу. И это первое, чему Он нас обучает, каждого из нас. Это удивительное откровение, и это откровение действительно действенно. Как только Он напоминает нам эту истину, через множество стихов, которые проходят в Библии о вечной защищенности, вечном спасении, Он, безусловно, обучает нас в том, что посмотри, как зажигается твое сердце, когда ты слышишь и снова и снова читаешь, слышишь об этой вечной защищенности. Эта истина становится действенна в нашей жизни, и мы радуемся от этой истины. Далее, здесь говорится об определенном счастье, что вы будете поставлены в это удивительное состояние или время, моменты благодати, мы можем сказать, когда вы будете представлять Евангелие, когда вы будете представлены, когда вы будете представителем, вы будете послами. Это здорово. Но мы с вами, опять же, являемся теми, кто переживает это прежде всего сверхъестественное обучение. Почему? Потому что вот здесь говорится об определенном счастье. Но этому предшествует множество часов также сверхъестественного обучения. Мы с вами увлекаемы в том, чтобы приходить в этот удивительный час, когда Он нас обучает. Мы уже верующие в Иисусе Христе. И Он заботится о нас, что увлекает нас, нашу внутренность, зажигает нас, иначе говоря, исполняет нас Духом Святым и приводит в то место, где есть час поклонения. Удивительно. Где есть час этого удивительного наполнения в Господе Иисусе Христе, как сейчас. Мы слышим Слово, и есть этот час слышания. Два часа наполнения Словом Его, откровениями Его. И это также мы обучаемся не заботиться, а откликаться прежде всего на Его удивительную заботу в Иисусе Христе. Это слово дидаска. Он научит. Дидаска. Он будет обучать, и там также этот глагол означает учить. Это можно, к этому можно отнестись двояко. Он будет учить впоследствии размышлениями о том, что было обучено в определенный час, или прочтено определенный час. Мы слышим Слово сейчас, и позже он будет обучать также. И также впоследствии будет это действие, что он будет совершать это обучение уже обученному. Да, как здорово. Это удивительное его сверхъестественное действие, которое мы переживаем в собрании святых. Откуда совершается это сверхъестественное обучение? От переполнения. То есть, то, чему мы были обучены, наполнены, и затем переполнены, это словно выливается. Это совершается с желанием и хотением нашим. Даже если бывают те обстоятельства, которые могут быть стесненными. И там мы видим множество примеров из Библии, как, например, апостол Павел и многие другие герои веры и в Ветхом Завете, где совершалось обучение через переполненность, да, есть наполнение, а затем переполнение. Это словно сосуд, изливаемый уже через верх живой водой. Иоанна 4 глава, где мы видим с вами пример женщины-самарянки, да. Мы видим, как она побежала от этой переполненности, чтобы предстать перед жителями своей местности, жителями Сихари, и говорила с воскресанием, говорила с большим желанием, да. То же самое и мы. Хотя мы можем быть в разных обстоятельствах, но Бог способен нас обучать, что Он поднимает нас, исполняет нас Духом Святым, наполняет, освящает, переполняет, и затем это обучение изливается через верх, да, как здорово. И еще я подумал о таком обучении, смотрите. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. И здесь мы можем увидеть, что Он совершает это учение. Обучение происходит, когда мы чему-то обучаем, не чему-то, а Слову, говорим Слово Божье. И также есть обучение образом жизни. И это удивительно тайно, да. Этому нигде нельзя обучиться. Это встретилось нам, когда мы встретились с Богом через евангелистов, да. Или группу евангелистов, когда мы учились, что, посмотрите, ведь у них же совершенная тайна другого образа жизни. Когда, я помню, я встретил первый раз группу церкви, группу людей, верующих, тут же, что бросается в глаза, это другой образ жизни. Тайна другого образа жизни. Есть обучение словами истины из Библии, это тоже сверхъестественно. Но также сверхъестественно и образ жизни. Как индивидуально это все способен Дух Святой осветить. Вы подходите, и это все освещается, ваш образ жизни. И также, когда и группа тоже это все увлекаемо, это все в хорошем смысле слова ведет к тому, что человек заражается и хочет пойти за этим, пойти за Христом. Как здорово, да. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Спасибо.